Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Огород легко и просто. Сегодня в моем видео речь пойдет о тюльпанах, а точнее что мы будем делать для того, чтобы луковица наших тюльпан была пригодна на выгонку к 8 марта. Если же вы выращиваете тюльпаны для себя на клумбе, обламывать бутоны можно либо после цветения, или же не обламывать их вообще. Кстати, сейчас можно купить луковицу тюльпан после срезки к 8 марта, продается в интернете. Довольно недорого и ее продают на килограмм. Причем в этот килограмм может входить до 30 расцветок. Так что после высадки такой луковицы у себя на клумбу, уже через год или два вы будете любоваться неописуемой красотой. Итак, тюльпаны у нас уже зацвели. Тюльпаны зацветают сначала ранние сорта, а затем все остальные. Так что бутоны будем обламывать не у всех, а только у тех, которые один или два раза открылись и закрылись. Смотрите, утром мы проснулись, смотрим, тюльпаны открылись, к вечеру они закрылись, на следующее утро они снова открылись, вечером закрылись и мы обламываем бутон. Почему мы обламываем бутон? Это необходимая процедура, когда мы выращиваем тюльпан для выгонки к 8 марта. Если мы не обламываем бутон, луковица просто поделится на несколько луковиц и мы не получим полноценную луковицу, которая будет пригодна к 8 марта на выгонку. Итак, если мы не обламываем бутон, мы не получаем луковицу к 8 марта. Все очень просто. Почему мы обламываем только бутон, а оставляем стебель и листья? Мы это делаем для того, чтобы луковица благодаря стеблю и листьям получала питание. То есть луковица нарастает благодаря стеблю и листьям. Что касается подкормок. Еще когда лежал снег весной, мы посыпали поверх снега по грядкам с тюльпанами амофоску из расчета 20 грамм на 1 квадратный метр. И древесную золу из расчета 1 стакан на квадратный метр. И когда снег растаял, вместе со снегом все впиталось удобрение наше в почву. Вторую подкормку мы сделали за неделю до цветения. Вторую подкормку мы делали полным удобрением с формулой 20-20-20 из расчета 20 грамм на 10 литров воды. И мы пролили все наши грядки таким удобрением. С подкормками на этом мы заканчиваем. Следующая наша работа будет прополоть междурядье. Чтобы в мае, когда мы начнем выкапывать, не искать тюльпаны среди травы. Очень неудобно. Затем в мае, когда мы выкопаем луковицу, мы просушим ее в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте. И в октябре будем высаживать крупную луковицу в ящики для выгонки к 8 марта. А мелкую луковицу обратно в грунт для подращивания. На этом все дорогие друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока!